здравствуйте дорогие мои подписчики сегодня расскажу о такой относительно новой опции в банках uk в банках великобритании которые я недавно пыталась воспользоваться что это за опция это обналичка банковского чека через банковский об то есть через приложение в смартфоне вашего банка который находится в великобритании естественно у нас чеков уже не существует как в принципе великобритании их уже по моему в 2012 2013 году по крайней мере вот у меня в лодз банки отменили но мне вот пришел чек в связи с тем что я когда-то выплачивала ипотеку за дом своего брата и пыталась погасить там задолженности иногда платила двойные платежи потом дом был продан и что-то там все до сих пор еще идет перерасчет и мне возвращают какие-то копеечки поэтому вот не успела я уехать в прошлом году из лондона как мне в сентябре пришел счет на мой старый адрес где моя соседка слава богу полячка с которой мы дружили вскрыла с моего разрешения конверт из банка и сказала что мне пришел чек на 500 фунтов там с чем-то я попросила ее прислать мне сканы она прислала и я попыталась как-то ну найти информацию как обналичить чек в россии и вот сегодня про то как обналичить чек в россии для того чтобы обналичить чек в россии вам нужны реально вот эти вот бумажки которые присылает банк на юкей адрес поэтому я попросила свою подругу из екатеринбурга когда она летела через питер прихватить у полячки вот это вот письмо с чеком и передать мне и через банковский апп я попробовала сосканировать этот чек там в приложении есть специально такая вкладка депозит чек и сканируешь чек и деньги должны поступить на счет несколько раз я пыталась что-то не шло то ли света было мало то ли как я потом поняла и под листом самого чека не должно быть никаких других бумажек никакой другой фактуры должен быть только чек и желательно на плоской белой поверхности тогда приложение легче считывает и идет уже на банковский счет вы должны отсканировать лицевую часть страницы и также обратную часть страницы хоть она и пустая но все равно ее надо отсканировать подтвердить потом ввести референс референс это номер который вам присваивают вашему письму в связи с чем вам возвращаются эти деньги или дарятся эти деньги или еще что то обычно чеки присылают банки или какие-то компании которые возвращают деньги если вы там что-то переплатили было у меня несколько историй с чеками остер-карт я теряла у меня там была полная оплата за месяц и мне как бы ее заблокировали оплату вернули вот чеком и опять же таки банк этот банк за ипотеку уже присылал там 200 фунтов или что то такое но так как я находилась на тот момент уже не в великобритании а в россии я не знала как обналичить этот чек и вот нашла такую функцию в своем банковском приложении потом у меня еще была небольшая проблема я ввела полную сумму там 539 фунтов 82 копейки но не написала ошибка потом я вернулась обратно оказалось надо вводить сумму не более 500 фунтов за операцию в день можно по-моему от 500 до 1000 но я на следующий день уже ввела 39 фунтов 82 то есть я вернулась в вела 500 фунтов и она ушло на счет и потом вот 39 фунтов ввела на следующий день и все пришло на счет но проблема оказалась в том что что-то им там стало непонятно и деньги опять списались со счета и ничего не получилось поэтому именно из-за этой в основном как бы из-за этой причины мне пришлось ехать вот в марте этого года чтобы деньги не сгорели потому что на все про все на обналичку этого чека давалось всего полгода и вот мне а чек этот пришел в сентябре получила я его в декабре попыталась обналичить тоже в декабре прошлого года но деньги списались и мне написали обратитесь ближайший банк но ближайшего банка великобритании у меня в россии не было у нас нету тут представительств моего банка вот халифакс например и так как деньги вернулись обратно я решила связаться с банком и спросить что же такое происходит почему мой чек не прошел проверку и деньги вернулись обратно в банк на что мне сказали мы вообще не знаем о чем идет речь прислать письмо через приложение через которое я общалась тоже с банком я не могла номер референс у них такого нет это достаточно часто бывает банки не понимают что сами делают то есть они присылают мне какое-то письмо но у них настолько там разные департаменты работают что допустим ипотечный департамент вообще не имеет никакого отношения к моему банковскому счету и в общем они так и не нашли этот чек они могли бы мне перекинуть эти деньги если бы они знали что это за чек но они сказали такого человека просто не существует поэтому ну я решила рискнуть и полететь в лондон я понимала что я потеряю вот эти 539 фунтов это 53 тысячи рублей в принципе это большие деньги за поездку я заплатила по моему 12 тысяч рублей туда и обратно поэтому она того стоило в общем что хочу сказать я пришла на следующий день после прилета 9 марта как раз в тот день когда я ходила снимать последний королевский выход меган и гарри в эсмитцерское аббатство я зашла в банк и обналичила спокойно за две минуты этот чек деньги поступили на счет и с тех пор уже они у меня не списывались и остались на счету слава богу так что не зря я съездила в марте хоть и очень сильно рисковала пандемия только-только начиналась границы не были закрыты я собиралась оставаться до 1 апреля но так как россия объявила что закрывает границы я бегом бегом поменяла билеты 16 марта уже прилетела обратно то есть с 8 по 16 марта я успела влезть так скажем в последние вагоны и хоть на недельку успела попутешествовать в лондон в этом году так что вот так если кому-то надо обналичить чек в россии попробуйте через вот этот ап для того чтобы не летать но у меня почему-то деньги не прошли поэтому пришлось лететь в великобританию пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч сейчас я зайду в свой банк халифакс попробую обналичить чек который мне прислали в россии не получилось обналичить попробую сейчас прямо в своем банке обналичить его так пойдет расскажу позже 500 фунтов я получила по чеку но в россии не смогла обналичить а сейчас спокойно зашла в банк и обналичила это все очень быстро очень четко отдала чек и все деньги на моем счету обналичили Продолжение следует...